Мы задаем вопрос, что делает кровь Иисуса такой драгоценной? Если что-либо является драгоценным, оно обладает великой ценностью, великой важностью и редкостью. Это не то, что можно найти где угодно. Первое послание Петра, первая глава. Стихи 18 и 19. Прочтем вместе. Готовы? Читаем. 1 Петра 1, 18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, вот что в том числе мы хотим донести через эту серию. за многие годы мы многое узнали о вере в том, что касается определенных принципов. мы узнали о вере в исцеление, о вере в освобождение и о любой другой вере в то, что вы надеетесь получить от Бога. Но нам необходимо понять, что все это стало доступно для нас благодаря крови Иисуса. Понимаете, если бы не кровь Иисуса, тогда бы у нас не было всего того, что сейчас нам доступно. У нас не было бы возможности быть исцеленными, если бы не кровь Иисуса. У нас не было бы возможности получать освобождение, если бы не кровь Иисуса. У нас не было бы возможности приходить к престолу Божьему, если бы не кровь Иисуса. У нас не было бы возможности иметь знание воли Божьей, всей мудрости и духовного понимания, если бы не кровь Иисуса. У нас не было бы возможности иметь постоянное присутствие Святого Духа. У нас не было бы возможности иметь мудрость от Бога и получать ответы на молитвы, если бы не кровь Иисуса. Мы понимаем все эти вещи, и мы развили веру в то, чтобы приобретать их. Но не много таких христиан, которые развили веру в то, что кровь Иисуса сделала все эти вещи доступными для нас. Именно вера в Его кровь чтит Иисуса, и Бог будет сразу же откликаться на зов тех, кто чтит кровь Иисуса. Тех, кто применяет свою веру в кровь Иисуса. А что такое вера в кровь Иисуса? Вера в кровь Иисуса – это знание о том, что эта кровь совершила для нас. Вера в кровь Иисуса – это знание о том, какие эта кровь дала нам полномочия. Если у вас нет понимания о том, что совершила кровь Иисуса, тогда вам трудно иметь веру. Вам трудно иметь веру в что-то, когда вы не знаете, что совершено Иисусом. Таким образом, вера в кровь Иисуса — это знание о том, что кровь сделала для нас. Что она совершила? Знание о том, что она сделала доступным. Это вера в кровь Иисуса. Я вам сказал, что для того, чтобы приобрести благо от силы крови Иисуса, вам необходимо сделать четыре вещи. Первое. Вам необходимо знать о крови Иисуса. Вам необходимо знать о ней. Знать о том, что она сделала. Знать о том, что она совершила. Знать о том, что кровь Иисуса сделала доступным. Мы уже знаем о том, что благодаря крови Иисуса мы имеем доступ в присутствие Божье. Мы знаем, что через кровь Иисуса мы имеем прощение грехов. Мы знаем, что через кровь Иисуса мы имеем доступ к Божьим благословениям. Итак, вот какие вещи вам необходимо знать о крови Иисуса, если вы хотите испытать ее силу. Второе, вы должны верить. Библия говорит, «По вере твоей, да будет тебе». Мы получаем то, во что верим. Если у вас нет веры в то, что кровь Иисуса совершила, в то, что она приобрела для нас все, о чем мы говорили, тогда по вашей вере и будет вам. Так что нам необходимо не только знать, но также и верить. Третье, это то, что вы зачастую вообще не видите. Нам необходимо применять кровь Иисуса, иначе говоря, вам необходимо научиться, какие бы проблемы не возникли в вашей жизни, их решение в том, что совершено через кровь Иисуса. Вам необходимо сказать, «Господь, я верю в то, что буду побеждать через кровь Иисуса. Я верю в то, что получу исцеление через веру в кровь Иисуса. Я верю в то, что у меня будет здоровый брак через веру в кровь Иисуса. Я верю в то, что получу работу, которая мне нужна, через веру в кровь Иисуса. Я верю в то, что мои дети будут спасены, и что я буду служить Иисусу через веру в Его кровь. Я верю в то, что получу освобождение через веру в кровь Иисуса». Понимаете, теперь ваш фокус на крови Иисуса. И это правильно. Вы применяете кровь Иисуса. Вы, чтобы не случилось, вы сфокусированы на крови. Вы сфокусированы на крови Иисуса. Это применение крови Иисуса. Вы применяете ее в любой ситуации своей жизни. Отец, я принимаю мое обеспечение на сегодня через веру в кровь Иисуса. Отец, я принимаю освобождение от долгов через веру в кровь Иисуса. Итак, вы делаете пару вещей. Первое, вы применяете веру в кровь Иисуса. А второе, всем небесам велено сразу же откликаться на молитвы тех, кто чтит Иисуса, чтит Его кровь. Вот поэтому кровь Иисуса – такое мощное оружие в эти последние времена. Потому что кровь Иисуса нанесла сатане вечное поражение, от которого он не сможет оправиться. Но если вы забываете и не применяете это оружие против него, послушайте. Я хочу сказать, что каждый раз, когда сатана видит верующего, у которого есть понимание о его власти, благодаря крови Иисуса, это заставляет его трепетать, потому что ничто не сравнится с тем, что кровь Иисуса сделала с сатаной и со всем адом. О, Отец! Спасибо тебе за то, что благодаря крови Иисуса у меня сегодня ночью будет хороший отдых. Отец! Спасибо тебе за то, что благодаря крови Иисуса у меня есть мудрость и знания о тебе. Отец! Я благодарю тебя за то, что через кровь Иисуса я избавился от осуждения и вины в своей совести. Если вы будете делать это снова и снова, то ваш разум и ваша совесть настолько будут обновлены кровью Иисуса, что какая бы проблема ни возникла в вашей жизни, она будет решена благодаря крови Иисуса. Если вам понятно, скажите «Аминь». На прошлой неделе мы начали разбирать вопрос здесь, в первом послании Петра. Библия говорит, что мы искуплены нетленным серебром или золотом. «Быть искупленным» значит получить избавление, получить свободу благодаря заплаченному выкупу. Иначе говоря, кто-то покупает нашу свободу. Ваша свобода была куплена через то, что было заплачено. Ваша свобода была приобретена через то, чем было заплачено, и цена вашей свободы, слава Богу, была великой. Она стоила всего, что было у небес. Она стоила самой ценной вещи на небесах, и это кровь Иисуса. Иисус заплатил цену для того, чтобы мы освободились от хватки сатаны и от проклятия закона. Итак, мы избавлены из рук дьявола. Поэтому, когда дьявол явится для того, чтобы попробовать вас соблазнить, сделать грех, попробует убедить вас в том, что вам не избавиться от привычки, которая была у вас всю жизнь, что вы в ней завязли, это самый подходящий момент, чтобы сказать, «Подожди, подожди, дьявол! Ты хочешь мне сказать, что я не могу избавиться от этой привычки? Я уже избавился. Бог из царства тьмы привел меня в царство своего сына. У тебя больше нет власти надо мной. Понимаете? Дьявол, Библия говорит, что он ищет кого бы обмануть. Он может обмануть любого, кто не знает этого. Невежество делает вас кандидатом на обман сатаны. Аллилуйя! Сатана хочет погубить вашу жизнь, но если у вас есть знание о крови Иисуса, вы знаете о том, что получили свободу, что за вас был заплачен выкуп, и что этот выкуп был принят, тогда у сатаны больше нет над вами никакой власти. Вы говорите, «Нет, я буду это делать, потому что хочу». Вы можете что-то сделать, если только захотите, но вы не сделаете ничего, помимо своего желания. У сатаны нет над вами власти. Вам больше не придется курить марихуану, больше не придется смотреть порно, больше не придется изменять своей жене или мужу. Ничего из этого вам делать больше не придется. Когда придет ускушение, призовите кровь Иисуса. Скажите, «Я призываю кровь Иисуса», и продолжайте заниматься своими делами. Второй момент, который мы рассмотрели на прошлой неделе, о том, как кровь Иисуса стирает ваши грехи. Когда вы рождаетесь свыше, леди и джентльмены, кровь Иисуса не прикрывает ваш грех, так что он где-то остается. Кровь Иисуса полностью ликвидирует его. Библия говорит, что Бог удалит наши грехи так далеко, как восток от запада. Запад и восток никогда не соединятся. Никогда. Ваши грехи брошены в пучину забвения, так что Бог больше не помнит эти грехи, так что и вам тоже не надо их помнить. Я имею в виду, они исчезли. Вам надо перестать возвращаться в прошлое и вспоминать о том, что уже ликвидировано. Я говорю, вам надо перестать возвращаться в прошлое, говоря себе, что вы недостойны, потому что вы не знаете историю моей жизни. Бог знает, кем вы были раньше, и если Он забыл о ваших грехах, то не настало ли время и вам забыть о них? Аминь? Сегодня мы с вами будем рассматривать такой вопрос, почему кровь Иисуса так драгоценна. Первое, потому что она искупила нас. Второе, она стирает наш грех. Третье, если вы вместе со мной откройте послание к Ефесинам, вторую главу. Это то, чем можно наслаждаться. Слава Богу. И я надеюсь, что вы видите это место в том свете, в котором Писание представляет его. Послание к Ефесинам, вторая глава. Третья причина, почему кровь Иисуса так драгоценна, в том, что она приводит нас в общение с Богом. Кровь Иисуса приводит нас в общение с Богом. Сейчас мне надо показать вам, какой ситуация была раньше, для того, чтобы вы ценили то, что кровь Иисуса совершила. Понимаете, кровь Иисуса приводит нас в близкое общение со всемогущим Богом. Вот что вам необходимо понимать о Боге. Бог свят. Он свят. И я не знаю, кто там вам что говорит, но Бог свят. В нем нет компромисса. Бог свят. Он не имеет ничего общего с грехом. Я говорю, Бог свят, и не имеет с грехом ничего общего. Поэтому, будучи грешными, мы были отделены от Бога. Мы были настолько грешными, что произошло разделение с Богом, когда в Эдеме произошло грехопадение. Бог не имеет с грехом ничего общего. Вот поэтому Адам и Ева были изгнаны из Эдема. Между Богом и человеком произошло разделение, потому что человек стал грешником. Но смотрите, что происходит здесь. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Ни надежды, ни Бога. Без надежды и без Бога. Я имею в виду, все было плохо. Ни надежды, ни Бога. Но обратите внимание на то, что происходит в следующем стихе. «А теперь во Христе Иисусе...» Скажите «А теперь...» «А теперь во Христе Иисусе...» Вы, бывшие некогда далеко, стали близки, или праведны близко, каким образом? Кровью Христовою. Вы стали близки через кровь Христа. Итак, вот что произошло. Человек согрешил, и из-за этого между Богом и человеком образовалась пропасть, потому что Бог свят и не имеет с грехом ничего общего. А теперь кровь Иисуса закрыла пропасть между Богом и всеми нами. Теперь мы можем приходить в близкое общение со всемогущим Богом. Вот как было раньше, после того, как Адам согрешил. В Ветхом Завете говорится, что только первосвященник мог входить в святое святых в Скинии. Скиния была прообразом. Там был внешний двор, внутренний двор. Затем за завесой находилось святое святых. Это место за завесой. Это место, где было присутствие Божье. Я имею в виду, там была шекина. Слава Божья. Осязаемое Божье присутствие. И единственный способ, как первосвященник мог зайти за завесу, он должен был быть полностью покрыт кровью животного. Крови Иисуса тогда еще не было, и первосвященник должен был... Я не знаю, как там учат некоторые проповедники, но этот парень был полностью покрыт кровью. К его лодыжкам привязывали веревку. И на нем был колокольчик. На случай, если он не был покрыт полностью. Представьте, зайти туда и что-то забыть. Это происходило только раз в году. Заходить за завесу было позволено только раз в году. И первосвященник должен был быть покрыт кровью животного. Если он падал замертво, или не было слышно звука колокольчика, люди снаружи говорили, мы не пойдем туда вытаскивать его. Тогда они брались за веревку, тянули и вытаскивали его. Вот насколько все было серьезно. Для того, чтобы войти в присутствие Бога, надо было быть полностью покрытым кровью животного, и входить можно было только раз в год. Вы не слышите меня? Но когда Иисус умер, пролив Свою кровь, Он открыл нам путь во Святое Святых. Библия говорит, что когда Иисус умер, завеса в храме разорвалась. Она разорвалась надвое. И это значит, что своей смертью Иисус открыл нам путь в присутствии всемогущего Бога. Вы не слышите, что я говорю? Теперь у нас есть доступ в присутствие Божье через кровь Иисуса. Теперь каждый, кто верит в кровь Иисуса, может приходить к Богу в любой день и в любое время. О, Иисус! Потому что Иисус, наш первосвященник, Своей драгоценной кровью открыл нам путь. И теперь у нас есть смелость и свобода входить во Святое Святых через кровь Иисуса Христа. Мы можем иметь близкое общение с Богом. Мы можем ясно и отчетливо слышать Его. Мы можем открыть Ему свое сердце в молитве и получать результаты. Мы все. Знаете, у некоторых людей, даже у некоторых христиан проблемы. Вы хотите сказать, что разговариваете с Богом? Да, я не только разговариваю с Богом, но у меня еще есть и право приходить в Его присутствие. У меня есть право. Я не думаю, что вы настолько святой. Нет, вы не понимаете. Бог разрешает мне приходить не благодаря моей святости, а благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Я имею доступ в Его присутствие. У древних священников не было этого доступа. А у меня есть. Аллилуйя. У вас. У вас есть этот доступ. Аллилуйя. Вам не надо посылать Богу анкету, а потом дожидаться ответа. Телефон не бывает занят, и Бог никогда не бывает настолько занят, чтобы не поговорить с вами. Но благодаря крови Иисуса вы можете приходить в Его присутствие. Я не думаю, что вы поняли. Посмотрите, кто вы. Посмотрите, что вы сделали. Посмотрите на свою жизнь, и тем не менее, Бог говорит, «Я знаю, какой ты, и знаю, что ты сделал. Я знаю о непорядке в твоей жизни. Но если ты войдешь через кровь Иисуса, я обеспечу тебе доступ, и мы разберемся со всеми неправильными моментами в твоей жизни». Поэтому, когда я молюсь, я призываю кровь Иисуса, потому что мне надо войти в присутствие Божье. Понимаете, что я говорю? Мне нет смысла тратить час на то, чтобы говорить с собой и делать много шума. Нет, мне надо войти в присутствие Божье. И послушайте, для этого мне не надо тратить три часа. Я покажу вам, сколько это занимает времени. Я покажу вам, сколько требуется времени, чтобы войти в Божье присутствие. Смотрите, вот сколько для этого надо времени. Отец, через кровь Иисуса я прихожу к твоему престолу. Раз. Я уже там. Я уже там. Я в присутствии Божьем, не потому что что-то почувствовал. Я в Его присутствии, не потому что у меня мурашки по коже. Я в Его присутствии, потому что верю в кровь Иисуса. Я в Его присутствии, потому что Он сказал мне, во что верить и что делать. Я это сделал. И поэтому, я в Его присутствии. Аллилуйя! Так многие христиане дожидаются каких-то ощущений. Я в присутствии Божьем, потому что вошел туда через кровь Иисуса. Дьявол начнет вам говорить, «Ты не чувствуешь себя так, будто ты в Его присутствии, а вы?» А для меня не важно, что я чувствую, и для Бога это не важно. Самое главное — кровь Иисуса. Я в присутствии Божьем. Завеса разорвалась. Ничто больше не разделяет меня с Богом. Аллилуйя! Иисус разорвал завесу и сказал, «Войди! Войди! Войди в дом Отца!» И как только вы понимаете, вы не знаете, что как только вы войдете в присутствие Бога, Он начнет разбираться со всеми вашими проблемами. Вы понимаете? Аллилуйя! Вас ожидают ответы на молитвы. Вас ожидает освобождение. Вас ожидает безопасность. Бог разберется с вашими чувствами стыда и осуждения. Как только вы войдете в присутствие Бога, депрессия не сможет устоять. Болезнь не сможет устоять. Вина не сможет устоять. Как только вы войдете в Божье присутствие, вы получите избавление. Так что пойдем вместе со мной в дом Отца. Извините за то, что я кричу в это утро, но не могу сдержать радость от того, что имею доступ к Богу. Этого нет в Библии. Есть. Откройте послание к евреям. Вы просто не считаете. Послание к евреям, 10 глава. Где это? У меня приглашение прийти в присутствие Бога? Я говорю не о президенте Соединенных Штатов. Я говорю о том, что у меня есть доступ в присутствие Бога. Чтобы попасть к президенту, вам нужно разрешение. Прежде чем попасть к нему, надо соблюсти протокол. Но единственный протокол, который мне нужен для того, чтобы прийти в присутствие Бога, это кровь Иисуса. Послание к евреям, 10 глава. У меня не было намерения так громко кричать в это утро. Простите меня, я стараюсь говорить тихо. Я стараюсь говорить так, чтобы было понятно. Но знаете, когда я начинаю говорить о крови Иисуса, благодаря которой, когда я думаю о том, чтобы со мной было, и о том, что Иисус сделал для меня, когда я думаю о том, что Иисус пролил свою кровь, Он смотрел через многие поколения и знал, что нам будет необходим доступ к Богу. Я стараюсь говорить негромко и даже перехожу на шепот. Я стараюсь изо всех сил. Но сегодня я что-то знаю. И сегодня я во что-то верю. Сегодня я применял это. И ожидаю чуда. Это четвертое. Я забыл вам его дать. Я ожидаю чуда. Я ожидаю получить все, что могу получить благодаря крови Иисуса. Когда я призываю кровь Иисуса, я ожидаю, что это произойдет. Когда я призываю кровь Иисуса на своих детей, они исправятся. Когда я призываю кровь Иисуса на это собрание, люди исправятся. Когда я призываю кровь Иисуса на свои финансы, они придут в порядок. Я не буду беспокоиться. Я не потеряю сон. Я буду просто призывать кровь Иисуса. Стоять на обетованиях и приходить в присутствие Божьей через кровь Иисуса. Пожалуйста, простите меня за то, что я кричу! Эй! Завеса разорвана! Завеса разорвана! Завеса разорвана! Спасибо, Господь! Спасибо, Господь! Я могу приходить в Твое присутствие, Господь! Нам не надо петь сто песен для того, чтобы войти в присутствие Божье. Я могу приходить в Твое присутствие, Господь! Но когда вы войдете в его присутствие, вам надо знать и еще кое-что. Субтитры сделал DimaTorzok Евреям 10.19 Итак, братья, имея дерзновение, или поскольку у нас есть полная свобода и уверенность, вот что он имеет в виду, говоря о дерзновении, полную свободу. Но что пользы от полной свободы, если у нас нет уверенности в том, что она у нас есть? Что пользы иметь доступ, если вы не уверены в том, что он у нас есть? Нет пользы. Вы никогда не войдете, потому что у вас нет уверенности в то, что вы можете войти. Вы начинаете смотреть на свою жизнь и говорите, «Господь, я не достоин войти в Твое присутствие». Не говорите так. Ведь кровь Иисуса сделала вас достойными. Я достоин войти, потому что у меня есть кровь Иисуса, и у меня есть уверенность. В этом ключ, друзья. Без уверенности вы можете знать все эти вещи о крови Иисуса, но без уверенности не будет вам от них никакой пользы. Вам необходимо ходить по земле так, чтобы было видно, что у вас есть кровь Иисуса, и у вас есть уверенность. Аллилуйя! Итак, братья, имея дерзновение или смелость входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа, вы входите благодаря крови Иисуса путем новым и живым, который Он вновь открыл нам. Он открыл этот путь нам, разорвав завесу. Через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести, и намыв тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Скажите, у меня есть доступ в присутствие Божье через кровь Агнца. Аминь. Аминь. Если вы завтра проснетесь с плохим настроением, войдите в Божье присутствие. Сделайте так. И я вам гарантирую, что ваше настроение не останется прежним. Даже если все силы ада оболчатся на вас, идите в Божье присутствие. В Его присутствии полнота радости. И смотрите, блаженство вдеснится Его вовек.